Всем привет! Рынок смарт-часов полон интересными моделями от разных фирм и на любой кошелек, но большинство пользователей предпочитают часы среднего ценового сегмента. На обзоре у меня сегодня две интересные модели от фирмы KUMI за хорошую цену и с интересными особенностями. Это часы KUMI JW16T. Модель не нова, вышла она в 2020 году, но внимание привлекает стильным дизайном, довольно неплохим дисплеем и приятной ценой. Кстати, с 6 по 10 сентября она составляет всего лишь 25 долларов. Гаджет можно было бы отнести к фитнес-браслетам, если бы не его размер, но вот по функциональности это вполне себе годная вещь для занятия спортом. Да еще и может похвастаться автономностью около недели, и это при активации всех функций. Часы упакованы в картонную коробку, на лицевой стороне которой имеется изображение и название модели. На обратной стороне находится информация о характеристиках и возможностях часов. Открыв крышку, мы видим сами часы без ремешка, но защитной наклейкой с изображением одного из возможных вариантов циферблата, а также кучу макулатуры, в том числе и инструкцию на китайском и английском языках. И еще интересные зарядные устройства. Ремешок выполнен из силикагеля, он мягкий, хорошо тянется, имеет довольно большой ряд отверстий для подбора своего размера при застегивании. Крепления тут довольно обычные. В шпильку ставлен ползунок на пружинке, оттягиваем его, вставляем в пазы шпильку и отпускаем ползунок, все просто и удобно. Для зарядки часов в комплекте идет зарядная станция с двумя контактами, часы помещаются в нее и идет процесс зарядки. Часы в эту станцию укладываются довольно плотно и не выскакивают. Время заряда около 3 часов и ток не более 100 мА. Часы в металлическом корпусе, что дополнительно добавляет уверенности, что они выдержат нагрузки, но экран занимает почти всю верхнюю поверхность и не утоплен в корпус. В дальнейшем это скажется на экране появившимися царапинами, хотя кто его знает. Под управление выделена одна единственная механическая кнопка, импровизированная под заводскую головку. По контуру обведена синим цветом, что добавляет экстравагантности корпусу. Кнопка отвечает за активацию экрана и включение устройства при длительном удерживании. На нижней части расположено 5 окон по датчике. Все окна подсвечиваются зеленым цветом во время считывания. Экран круглый и занимает почти все пространство под стеклом, хотя небольшая рамка все же присутствует. При подключении устройства к телефону нужно активировать блютуз и местоположение на смартфоне, а также установить ПО до фит с плей маркета, а также произвести регистрацию и синхронизировать часы со смартфоном. Все это занимает не более 5 минут. Все действия сопровождаются картинками и русским текстом, так что не потеряйтесь в настройках. После синхронизации станут доступны меню настроек, просмотра активности и обновления. Настроек очень много, так как произвести их через смарт-часы невозможно. Тут также доступны бесплатные скины на экран. Скинов действительно много, они включают в себя различную информацию о пройденном расстоянии, заряде, пульсе и дате, но могут отличаться друг от друга. В общем, выбираем, который вам по душе. Но стандартный, кстати, тоже очень крут. Управление производится сенсорным экраном. Отзыв довольно чуткий и без зависаний. Свайп вправо открывает доступ к уведомлениям, которые надо заблаговременно выбрать в приложении. Тут их много читать и очищать. Свайп вверх открывает экраны, на которых анимации выводится измерение значений, количество проданных за сутки шагов, монитор качества сна, частота сердечных сокращений, монитор артериального давления. На экране отображается последнее измеренное значение, но можно произвести дополнительно, просто тапнув по экрану. После синхронизации со смартфоном станут доступны удаленные управления музыкой, камерой и просмотр погоды. Свайп вниз открывает доступ в информационное меню. Здесь пиктограммами отображается подключение к смартфону, настройки яркости, информации о заряде аккумуляторе, дата и время. При нажатии на пиктограмму настроек можно попасть в немного углубленные настройки, а там встречаем секундомер, сброс на заводские настройки, выключение и QR-код для скачивания ПО. Свайп влево открывает доступ к спортивным функциям, хотя по размеру и не скажешь, что часы можно использовать как фитнес-браслет. Здесь присутствуют режимы тренировок, ходьба, бег, велосипед, скакалка, бомбинтон, баскетбол, футбол, плавание и сброс. Лично мне часы очень понравились, выглядят красиво и очень стильно, экран большой и с хорошей яркостью, круглая форма часов и размеры не мешают и не создают дискомфорта на руке. Да и вид они имеют не дешевый, а цена очень даже приятная. Это у меня далеко не первые часы на обзоре, так что действительно интересный экземпляр, присмотритесь кому интересно. Многие любят гаджеты, которые выполняют богатый функционал, чтобы сразу все да за малые деньги. Этим принципом наверняка пользовался создатель Kumi Smartband N8. Они представляют собой традиционный фитнес-трекер с небольшим 0,95 дюймовым AMOLED-экраном, способный отслеживать физическую активность и оповещать о входящих сообщениях или звонках. Но среди множества аналогов он выделяется в встроенными ТВС наушниками, которые прячутся сбоку в корпусе. Наушники подключаются по Bluetooth 5.0, а вот сам браслет использует более старую версию Bluetooth 4.2. Производитель обещает от 5 до 7 дней автономной работы трекера, а вот об автономности наушников официальной информации нет. Известно лишь, что в каждом наушнике установлен аккумулятор на 25 мАч, а в браслет стоит АКБ на 220 мАч. Комплект поставки стандартный, часы с наушниками, кабель для зарядки с доп. амбушюрами и макулатура. Наушники в идентичных неэргономичных корпусах черного цвета из глянцевого пластика. Спереди отверстие микрофона, подписан канал и сенсорная кнопка управления наушником. Что же касается самих часов и непосредственно экрана, то он не такой, как на картинках, он убогий и имеет слабую яркость. На улице вы увидите время или другие показатели, но нужно будет всматриваться, тем более на солнце. В тени видимость будет просто нормальная. Функционал прост. Просто меняем функции последовательным нажатием на кнопку. А чтобы зайти в какую-то функцию, нужно дольше подержать сенсорную кнопку и будет вход. Как вы поняли, экран здесь не сенсорный, только сенсорная кнопка. Сначала циферблат, их тут несколько. Менять можно удержанием пальца на кнопке. Далее следуют шаги за день, пройденное расстояние, сожженные калории, режим в спорт, в котором 5 режимов и так далее. В общем-то это и все. Есть еще возможность управления камерой смартфона и музыкой смартфона, яркостью дисплея браслета, перегрузка и выключение его из пункта меню настройки. Для синхронизации со смартфоном используется приложение Look Fit Plus. Функции в нем стандартные. Отслеживание шагов, сна, напоминание о воде и о том, что засиделись. Отдельным плюсом могу отметить возможность выбора приложений, уведомления которых будут выводиться на дисплей браслета. Сенсорная кнопка работает без сбоя, все четко. Режим поворота запястья почему-то всегда отключается в приложении. И как следствие не работает. К подсчету шагов и пульса претензий нет, тут середнячок. Честно сказать, если бы не встроенные наушники, то этот гаджет как смарт-часы использовать сложно. На рынке за такой ценник есть огромная кипа других часов с экраном побольше и с меньшими размерами и поинтереснее на вид. Но в них нет встроенных наушников, а это фишка Куми Н8. Держатся в корпусе, кстати, наушники хорошо, не выпадают, реагируют на соприкосновения с кожей, даже когда вставлены, а следовательно всегда включаются и выключаются. Моргают наушники голубыми светодиодами, озвучка английская, power on и connection. Звучание есть, ну то есть они работают и звук воспроизводят, но в угоду популярным стилям звук настроен на низкие частоты. Получается некое глубокое звучание с намеком на бас, но самого-то баса особо нету, нужно настраивать эквалайзер. Запас громкости неплохой, слушать их можно на уровне 70-80%. Мне вот лично звук показался вполне хорошим, нормальным по качеству. Сказать, что наушники фуфло не могу, очень даже подойдут для повседневного прослушивания треков и просмотра видео. Микрофон, кстати, неплохой, собеседники ни разу не жаловались на плохой звук. Шумоизоляции, разумеется, никакой нету. В общем, если рассматривать эти смартбенд как отдельные часы, то я категорически их не рекомендую. Но если вы, как и я, просто смотрите время на часах, а другой функционал вас особо и не интересует, плюс к тому вы хотите нормальные наушники и чтобы они были постоянно под рукой, ну тогда можете присмотреться к этому экземплярчику. В эти дни на множество часов куми действуют хорошие скидки и на эти два экземпляра тоже вроде сейчас скидки, так что имейте в виду. Завтра или послезавтра постараюсь показать вам еще двое интересных смарт-вотч от куми, так что скоро увидимся. Всем хорошего дня и пока-пока.